Житель села Кожимукан Нуржан Зиадаев в одиночестве созерцает мост. Недавно построенное сооружение уже разрушается. Проливные дожди, растаявший снег в горах застали врасплох строители. Вода смыла укрепления. Щепень, камни, бетонные перекрытия, арматура разбросаны по направлению реки. Когда это случилось, честники, строители, дорожники ничего не могли сделать. На их глазах одна сторона укрепления обвалилась. Испокон веков весной река разливается. Строители здесь не местные. Они не учли, что природа может показать свой нрав. Если нам в Шингент нужно, то мы как раньше до строительства этой дороги ездим через Тимирлановку. Это намного дольше. Берега необходимо было укреплять дальше. Они ограничились малым. И вот что случилось. Это сегодня ничего. В начале апреля воды было в два раза больше. Да и проход сделали узким. Из-за этого вода собиралась в этом месте и смыла щепень под бетонным укреплением. Скоро и оно пойдет под воду. Жалко, наверное, столько денег ушло. Строить надо после изучения местности и качественно. А то поспешили и на всю республику прогремели. Чтобы спасти мост и укрепления, было сделано немало. ЧАЭСники и дорожники пытались изменить русло воды и пустить ее через третий мост. Но попытки оказались тшетными. В результате остановилась и техника. Известно, что специалисты вначале хотели пустить воду через этот шлюз. Но была опасность подтопления села Кожамукан. И от этого рискованного плана отказались. Из-за того, что часть дороги Западная Европа, Западный Китай закрыли, водителям приходится ездить через Тимирлановку. Неудобства есть, признаются они, но еще больше возмущены действиями недобросовестных строителей. Ужасно, как так можно было построить. Ведь строили крупные компании, у которых есть специалисты, техника. Нужно было вначале всю местность обследовать. Тем более, когда строят мосты через реки, необходимо было топосъемки произвести. Состав грунта возле берегов проверить. Да что говорить из-за некачественной работы, сколько раз компаниям пришлось на трассе производить строительные работы. В некоторых участках приходилось снимать верхний пласт. А где-то до основания. Где контролирующий, где технадзор. Почему с первого раза не сделать, как полагается. Для проверки моста на пригодность создана специальная комиссия. Как будут развиваться события, покажет только время. А пока все ждут снижения уровня воды в реке. Сам мост никаких дефектов не имеет. Была проведена съемка на предмет оседания моста. Съемка показала, что мост в удовлетворительном состоянии. Как был изначально построен, так он сейчас и находится. Единственное, сейчас по снижению уровня воды мы начнем уже проводить мероприятия по усилению свайных опор на второй опоре. До первого июня, до первого полуния закончить все работы. Южанам и транзитникам придется набраться терпения. Движение на этом участке дороги международной трассы скоро будет восстановлено, уверяют рабочие. Сейчас идет работа по определению объема восстановительных работ. После подрядчики приступят к строительству.